В Российско-Армянском университете 21 апреля состоялся показ документального фильма «Глубокое покружение». Героем фильма режиссера Ирина Бойко стал непростой человек. Художник, писатель, мотивационный оратор, инвалид-колясочник с детства Виталий Врешки-Ракусян – не только герой фильма, но и настоящий герой в действительности, который, несмотря на все отчаяния, продолжает идти вперед и добиваться успехов благодаря своим многочисленным талантам и силе воли. Этот фильм – это вообще удивительный продукт, назовем это так, молодонационального сотрудничества, потому что в процессе создания фильма принимали участие не только армяне, не только русские, но и украинцы, и американцы, и люди других национальностей, но основная команда была из представителей этих народов. Фильм этот, он значим для его человека, имеет значение национальности, имеет значение возраст, имеет значение национальности. Это фильм о мужестве, это фильм о следовании. Фильм о том, что человек по силам преодолеть что угодно, если бы вы и слили. Перед началом просмотра картины был показан отрывок из программы Андрея Малахова «Пусть говорят», который рассказывал о Врежеке Ракусяне и его супруге Елене. Вы никогда не задумывались над тем, что вот то, что вы считаете сейчас любовью, является проявлением именно чувства жалости. Вот я боюсь, сможет ли чувство жалости стать серьезным фундаментом для ваших будущих уже семейных отношений? Я сама мать, у меня дочка и сын на выданье. Я понимаю, какое это горе. Более того, я встаю в позиции родительницы. Простите меня, конечно, но я бы ой как подумала. Я, наверное, нашла все способы, чтобы отговорить. Вы мне очень симпатичные. Почему? Объясню. Вы настоящий мужчина. Мужчина, который через боль оставляет внутри вот эту мужественность. Стержень, про который нам рассказывает невеста каждый день на нашей программе. У вас этот стержень есть. Но с другой стороны, ведь жизнь такая долгая. Поэтому будьте готовы к тому, что вас будут не понимать, будут не принимать. Поэтому, ну а что делать? Когда забеют, чем-то помогает. Я знал Виталия уже много лет. К тому времени, когда вот вышла эта передача. И, конечно, знал его твердость, его дух, несмотря на вот все эти дни стерилизации, с которыми он сталкивался. Вот в этот момент я даже, честно говоря, сам тоже удивился. Как он так? Многомиллионная аудитория. Да, и такой вот явный выбор, сделанный в его адресе, достаточно такой неприятный вот со стороны говоривший. И вот как он проявил такую твердость, спокойствие и сдержанность, это меня, конечно, удивило, поразило. И я думаю, что вот фильм сегодняшний о его внутреннем мире, о его жизни, который дает ему вот эти силы, может быть, многим из вас тоже даст силы, когда будут у вас периоды отчаяния, потому что никто их из нас не избежит. Картина рассказывала о вреже Киракусяне словами самого героя. Зритель имел возможность познакомиться с ним поближе, узнать, чем он занимается в жизни, о его предпочтениях, размышлениях и увидеть то чудо, которого супруги ждали так долго, точку врежа Киракусяна, прекрасную Марию. Я всегда верю, что встану и пойду, смогу ходить и быть здоровым, и быть как все, а тут, как будто бы что-то сломал. Вословно. Иногда он жил в ладе искусства, но порой он жил в падку потому, что не мог решиться на самоубийство. За свои немногие годы он устал и физический, и психологический так, что, вложя спать, он не хотел, чтобы наступало утро. Но утро наступало, и он вновь собрал все свои силы и уходил всем своим существом, всей душой, в творчество. И тем, проведенным в мире искусство, он считал удачным. После просмотра фильма состоялась беседа с режиссером и самим героем. Присутствующие смогли задать интересующие вопросы или просто поблагодарить режиссера за возможность увидеть такой фильм с глубоким смыслом. Вообще, порой я люблю много говорить, но после просмотра этого фильма мне хочется помолчать. И подумать о ценности жителей как таковой и о своей жизни. Любовь Федоренкова упомянула о том, что Ирина, более-менее режиссер, уникальный человек. Я хочу сказать, в чем ее уникальность заключается для меня. Вот как вы относитесь к инвалидам? Как вы оцениваете хороший или плохой, талантливый, умный или глупый, бездельный? Человек, к сожалению, часто оценивает другого по внешним параметрам. А Господь видит сердце, что самое ценное в вашей жизни. Попытайтесь это понять и развивать. Спасибо всем. А вражек Яракусяна и ее жену за их доброту и героизм. Конечно, такой удивительный человек, общаясь с ним, не обращаешь внимания на то, что есть какие-то физические отличия. И этот человек такой сильный, это же самое главное в человеке, сила духа. И сотрудничество наше было очень творческим, сотрудничество было очень приятным. И поэтому, в принципе, получился новый фильм. Много же фильмов снимается в мире, да, о инвалидах. И для меня было очень главным заданием, в чем отличие этого фильма от других фильмов. То есть мне хотелось бы показать духовную жизнь героев. Поэтому я приезжала три раза в Армению. Приезжал ко мне в Афины, жил у меня три недели в Грецию, да, с семьей. Вот, и мы искали именно сюжетную линию. Она вырисовывалась долго, поэтому съемку фильма заняли два года. То есть нам некуда было торопиться. Мы хотели, вот как жизнь человека течет, да, человек меняется, жизнь течет. Мы даже фильм видим, как взрослеет его ребенок. Это на самом деле прекрасно. Человек будет в течение жизни, вот вот, в течение жизни запечатлеть для нас было очень главное. Была также представлена выставка продажи картин в Режике Ракусяна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова